Всем привет! Вы на канале Мурашник и сегодня третья часть античайник поднятия кристальной империи Лазиус Флаус. Поехали! В прошлой части этой рубрики я кратко и релиично изложил лайфхак, как сделать так, чтобы у матки было больше яиц. А именно, сразу же после кладки усиленно пару раз ее покормить. И это сработало. Матки продолжали класть яйца и в итоге я получил довольно много личинок. К слову, последнее видео из этой рубрики почему-то не оценили, хотя оно получилось, на мой взгляд, довольно интересным и ненагружающим. Первое тоже уже отошло давно далеко на второй план. Так что, думаю, освежить их в вашей памяти, оставив ссылку на плейлист или эти видео в описании. А теперь отвечу сразу на тот вопрос, почему не выходили видео более двух недель, если я не ошибаюсь. Ну, мне было не совсем до видео. У меня была, так скажем, диапауза, связанная с девятым классом. Я думаю, меня поймут все школьники и не осудят. Так что, в общем, когда я спустя неделю решил делать видео и записал материал, у меня также возникла проблема еще и с музыкой. Благо, мне все же помогли мои коллеги. Ну, а чтобы вы знали, что со мной происходит и не цапнули ли меня винатор или что еще со мной могло произойти, вы могли бы вступить в нашу группу в Телеграме. Ведь те, кто уже там, знают подробности и моей жизни, и моего канала, и некоторых других спойлерить, о чем я не буду. Кроме того, мы там общаемся на довольно интересные темы. Сейчас весьма актуальна тема зимовки муравьев, и, конечно, там вам много чего подскажут по этому поводу. Не поленитесь, заходите с нами, интересно. Но вернемся к моей кристальной империи. В общем, выкормил матку, и после того, как она набросала яиц, по прошествию некоторого времени, наконец-то все же начали появляться первые личинки. В этот период матку нужно усиленно кормить, так как она тратит много своих питательных веществ на, собственно, выкармливание личинок. Поэтому их нужно восполнять. Бонусом к этому матка может вознаградить вас еще одним пакетом яиц. Думаю, мои матки не стали исключением. В общем, за расплодом я особо не слежу. Его мне достаточно. Далее личинки выросли и начали окукливаться, чему я был весьма рад. Конечно, коконы были настолько крошечные, что даже близко не стоят с теми коконами ниггеров, которые есть у меня сейчас. Верю, что по прошествию года и в моей колонии флаусов будет то же самое. В общем, вылупились эти прозрачные муравьи. Когда однажды по привычке перед школой с утречка я достал этих муравьев и заглянул к ним и увидел первого прозрачно-желтого рабочего, я изумлел от восторга. Насколько же они красивые. Насколько же они прозрачно-янтарно-желтые. Комбонутус пеликорнис отдыхает. Короткое описание первого поколения таково. Муравьи чуть более миллиметра в длину. Практически прозрачного. Медового-желтого отлива. Очень красивые. С укрупненной головой. Довольно расторопные, но трусливые и неповоротливые относительно к их собратьям-ниггерам. Зато их ротовой аппарат выделяется более красным цветом. На желтом фоне это очень хорошо заметно. И очень красиво. Личинки, кстати, тоже довольно подвижные. Даже подвижнее, чем у нигеров, на удивление. Ну что ж, красоты флаусом не занимать. Их отличие от нигеров это небольшой полиморфизм в виде супер рабочих, который немного крупнее, чем обычные рабочие. Ну, а также немного более укрупненная голова. Кстати, подход к их кормлению тоже сильно отличается. Если нигерам нужен много белка, то более 90% рациона флаусов чистый сироп. Так как в природе они питаются почти полностью выделениями корневой тли, которую выращивают под землей. Охотники из них никудышные. Так что не пытайтесь закинуть к им знахаря, когда их будет всего штук 20. По мере роста колоний увеличится не только размер рабочих, но также изменится их окрас. Они больше не будут такими прозрачными. Они станут янтарно-желтого, переливающегося окраса. Что как бы красиво, но с другой стороны все-таки жаль, что они не будут такими прозрачными. Но не забывайте, что покормив их хорошенько сиропом, они все равно раздуются и будут милашками и очень красивыми муравьями. На сегодня у меня все. И да, акция с фотографиями из группы, которые попадут в мои видео, все еще работает. Вот, собственно, некоторые эти фотографии, которые присылают мои подписчики. Поздравляю вас, Мир Микипер, неплохие колонии. Что ж, так что присоединяйтесь. Ссылка на группу в описании. Ну все, всем пока.